Вы обратите внимание, какое замешательство сегодня действительно в Северо-Флантическом Альянсе. Что делать дальше? Но этот контрнаступ никак, кроме как профанацией, сегодня назвать нельзя. А разве это мир, когда в нарушении Конституции Литовской Республики туда будут введены немецкие войска на постоянной основе? А есть здоровые и крепкие мужики, которые готовы за свою семью, за свою деревню, за свой город или за свою страну жизнь отдать. Даже ни на секунду не задумывались. И не использовать такой потенциал, ну, наверное, было бы глупо. Андрей Петрович, приветствую вас. Здравствуйте. На встрече с Владимиром Путиным Александр Лукашенко показал ему карту переброски польских подразделений к их восточной границе, к нашей западной. Мы за этим процессом наблюдаем уже, наверное, не первый год. В чем особенность нынешних перебросок, нынешних передвижений? Ну, посмотрите. Во-первых, глава государства действительно привез эту карту. Мне уже ни для кого не секрет, что в направлении Бреста и Гродно выдвинулись, соответственно, 12-й и 17-й механизированные бригады. Одна уже находится фактически на расстоянии, там, то ли 35, то ли 37 километров до Бреста, другая, ну, немножечко подальше. То, что мы действительно замечаем, эта переброска осуществляется постоянно. Но, что интересно в этой ситуации? Только что прошел саммит НАТО. Вы обратите внимание, какое замешательство сегодня действительно в Североатлантическом альянсе. Что делать дальше? Идет специальная военная операция. Так называемый контрнаступ. Но этот контрнаступ никак, кроме как профанации, сегодня назвать нельзя. По своей сути, по своей, ну, то, что понятно, в соответствии с военной наукой, это не контрнаступление вовсе. Это обычные наступательные действия. Но самое главное, самое интересное, что этот контрнаступ не успел даже начаться. Он был и проводился всего лишь на уровне применения передовых отрядов, фактически разведки боя. И закончился этот контрнаступ, по большому счету, я думаю, где-то месяц назад. То, что его планировали соответствующие штабы, это британские, американские штабы, они не могли не видеть, что этих группировок недостаточно. По-моему, ну, все военные специалисты говорили, этих группировок для проведения нормальной операции просто недостаточно. А поскольку эти условия еще и не созданы для его проведения, это все мы знаем, там, завоевание господства в воздухе, огневое превосходство, захват стратегической инициативы. И этого тоже самого Украина по умолчанию не могла создать. Поэтому то, что сегодня называется контрнаступом, он уже давно завершен. И самое интересное, то, что продолжение, вот то, что мы видим, это не что иное, ну, можно назвать просто, ну, если условно, конечно, тактической вошкой. То есть действия всего лишь незначительных тактических подразделений. Самое крупное, это соединение тактическое, это бригад. Выше, как правило, никаких оперативных задач не ставится и, соответственно, они не выполняются. Было бы, как бы, можно и предположить, что черной лошадкой будет та группировка, которая создана в районе Херсона. Ну, для чего-то ж спускали эту херсонскую, как говорится, Каховская гресс. Для чего-то ж это делалось. Вот. И попытки были, что самое интересное. Это попытка создания плацдарма в районе Антоновского моста, захват каких-то островов. Ну, дальше этого дела не пошло. Хотя то, что было спущено, вода смыла все инженерные заграждения российские. Смылась практически то, что называется системой опорных пунктов огневых позиций районов и так далее. Нарушила боевые порядки первого эшелона. Если бы войска были хорошо подготовлены, это было бы тем фактором внезапности именно для действий. Время упущено. Российские войска вернулись назад, восстановили все эти системы оборонительные и сегодня готовы опять к отражению наступления. То есть, по своей сути, мы сегодня столкнулись с тем, что Украина уже задействовала массу своих войск. Понесла, ну, понеслась потеря, безусловно. Хотя это не те потери, которые грандиозны. С Российской Федерацией, по большому счету, кроме передовых отрядов, никто в этот бой не вступил. То есть, не то, что там резервы и вторые эшелоны, даже зачастую на многих участках фронта не задействованы первые эшелоны. А это очень интересно. Вчера, например, говорилось о том, что главами государств обсуждалось, что более 26 тысяч человек уже погибло украинских военнослужащих. Ну, если мы посмотрим, да, ну, а глава государства России, Россия, сказал, что больше уже на сегодняшний день. 50 дней фактически идет плюс-минус этот условный контрнаст. Если смотреть на среднесуточные потери украинской стороны, они составляют вообще в ходе всей операции от 400 до 600 человек, то вот, пожалуйста, эти самые 30 тысяч человек, которые были в среднем такие же, как достигались при всех других действиях. О чем это говорит? О том, что украинская сторона попросту попала со своим контрнаступом в информационную воронку. И сейчас вынуждена в этой информационной воронке вариться, показывая, что то ли идет контрнаступ, то ли не идет контрнаступ, то ли он успешный, то ли не успешный, но однозначно все в нем уже разочарованы. А ситуация складывается таким образом, что за это время российской стороной были созданы условия для проведения настоящего контрнаступления. Посмотрите, что начинает твориться по Купинскому и Харькову. Многие уже утверждают, и Украина это признает, что Россия фактически создала там контрударную группировку. Порядка 100 тысяч человек и до тысячи танков. А учитывая, что Россия может создать те самые условия и предпосылки для разгрома этих группировок, это у них есть и авиация, у них есть превосходство даже, что греха таить, не то что в ракетных войсках и артиллерии, но и даже в беспилотниках в разы уже превзошли возможности всего блока НАТО за кратчайшие сроки. И в этих условиях российская федерация очень даже может провести контрудар. Но, если опять не вмешается политическая составляющая, которую, ну, неопределенность, политическая неопределенность, как это было в случае со Стамбульскими соглашениями, которые были в 22-м году, после чего были вынуждены отводить войска жестами доброй воли из-под Киева, полуокруженного, потом из-под Харькова, из-под Херсона. То есть все мы это видели, это воочию, хотя российские вооруженные силы способны были проводить эти наступательные действия в дальнейшем. Но политика, она всегда превалирует над военной составляющей. Но здесь есть в том числе и при посылке на то, что в этот раз так не будет. Вы обратите внимание, что помимо создания группировок происходит ситуация, связанная с чем? Началась изоляция побережья, то есть это прекращение зерновой сделки и фактически запрет на любое прохождение туда в суду, любого назначения. Это первое. Второе. Значит, по своей сути, в ходе дальнейших действий было определено, что российская сторона занимает позицию на непримиримую позицию именно в этих отношениях. А еще один такой интересный фактор. Вы посмотрите, из Германии приехал в Украину новый посол. Посол, который как раз находился в то самое время в Афганистане, когда осуществлялся оттуда вывод американских войск. Тоже как бы очень такой интересный факт. Ну и, конечно же, то, что мы видим сегодня, это сосредоточение вот этих самых войск. То есть создание по различным категориям, там, первый, второй, третий, где говорят, развертывание сил немедленного реагирования. Там, через 10 суток, там, 100 тысяч, через 30 суток, 300 тысяч, через полгода 500 тысяч. Вот эти силы немедленного реагирования, это есть то, что сегодня будет прикрывать, то, что они называют восточным фламем. То есть сегодня уже вопрос стоит не столько о помощи Украине, сколько стоит о защите именно себя. Но, в той даже ситуации, в которой сегодня попала Украина, по большому счету, происходит что? Сил уже для сдерживания вот этого контрнаступа, или, поправляюсь, для контрнаступления российской стороны, у них недостаточно. Вы посмотрите, американцы уже передают туда дополнительные боеприпасы, это кассетные. А кассетный боеприпас, это тоже, он наиболее эффективен в обороне. Когда принимаешь его по наступающей стороне, это тоже один из показателей, что российская сторона готовится к контрнаступлению. И уже сегодня Америка и ее, как говорится, лосалы это прекрасно понимают. И в этой ситуации именно вопрос стоит, что если эта операция будет проведена по тем же принципам, тем же самыми военачальниками, которые проводили спецвоенную операцию, в самом ее начале, а я думаю, они никуда не делись, и вот эти все принципы и подходы, они будут применены, то в самое ближайшее время мы увидим настоящий контрудар с разрезанием этих группировок, с изоляцием районов боевых действий, выходы во фланги, в тылы, и, конечно же, полнейший разгром этой группировки. В этой ситуации, безусловно, вот эта коалиция, которая создается в составе Польши и Румынии, это не что иное, как второй шелок. То есть то, что должно будет войти в эту западную Украину и закрыть возможность именно прохождения в дальнейшем России. Но здесь очень четко сказано, посмотрите, какой был посыл Владимира Владимировича Путина. Он сказал, если туда войдете, там и останетесь. То есть это не просто слова подтверждения того, что мы за Беларусь тут будем стоять горой. Все эти моменты уже давно оговорены и в концепциях, и в доктринах, и в других нормативно-правых актах. Каждый день, я думаю, нет необходимости этого подтверждать. Здесь глава государства России конкретно указал противника и последствия, которые его ждут. А эти последствия, то, о чем он говорил еще в феврале, Если дернетесь, вас ждет не что иное, то вас ждет то, с чем ваше государство не сталкивалось никогда в истории. На фоне этих перебросок очень важными прозвучали слова Владимира Путина о том, что по отношению к Беларуси. И президент Беларуси очень-то поблагодарил за вот эту вот четко выраженную позицию. Это важно, на самом деле, когда от союзника звучит абсолютно коротко, но ясно. То есть, если что-то будет угрожать Республике Беларусь, то надо, чтобы все понимали, что это часть союзного государства. И, соответственно, мера реагирования будут соответствующие. Конечно, так прежде всего об этом и говорится во всех тех нормативных документах. То есть, союзное государство – это не пустой звук. Сегодня союзное государство, по большому счету, правильно отмечается. Это одно отечество, два государства. И это, я еще раз говорю, не пустой звук. У нас своя, у нас есть региональная группировка войск и сил. У нас вернулось к нам тактическое ядерное оружие. Сегодня у нас уже размещается частная военная компания «Вагнер», которая нашумевшая. Поэтому, конечно же, то, о чем говорил Владимир Владимирович Путин, еще раз я хочу сказать, это не пустые слова. Это, безусловно, серьезнейший фактор сдерживания сегодня тех горящих голов, которые смотрят на восходние кресла и думают о каком-то реванше. Реванша никакого не получится. Это полностью исключено. Два момента. Про «Вагнер» вы упомянули, который действительно сейчас находится на территории Беларуси. И мы видим кадры того, как проходит подготовка белорусских бойцов. То есть, передача того самого боевого опыта. Он действительно у бойцов «Вагнера» уникальный. И мы видим реакцию наших военнослужащих. И она тоже такая искренняя и правильная, как мне кажется. Потому что, ну где еще? Узнать, как это все происходит в реальном бою, в реальной жизни, лучше так. Насколько это важно для белорусских военнослужащих, на ваш взгляд, как для человека военного? Ну, вообще, знаете, вот частная военная компания «Вагнер» – это такое уникальное формирование. Вообще, если в целом сказать, сегодня наш современный мир переживает эпоху гибридных войн. Ну, чего греха таить, уже зачастую можно услышать, что идет по своей сути первая мировая гибридная война. И именно вот в этих гибридных войнах, на фоне применения вооруженных сил, будут применяться, конечно же, эти позиционные силы. Это прежде всего частные военные компании. Потому что, ну, применение где-то в Африке, где-то в Азии, где-то в других регионах вооруженных сил, как армии какого-то государства – это уже сегодня, ну, виток, скажем так. А вот частные военные компании, как бы, агрессии со стороны государства не происходит. И всегда можно на территории одного из данных стран найти ту сторону, которую можно поддержать. Поддержать именно с применением вот такого рода частных военных компаний. Чего бреха таить, вот можно посмотреть, то же самое Британии, эти же самые G4S, да, или та же самая Академия, которая использовалась с Соединенными Штатами Америки. Они превосходят, ну, по своему численному составу, боевому, даже многие вооруженные силы различных государств. И они применяются достаточно успешно. Сегодня ЧВК «Вагнер» – это единственная частная военная компания, которая участвовала в крупном вооруженном конфликте. И правильно подмечено, она выходит на мировой уровень. Это совершенно другой качественный уровень подобного рода организаций, назовем их так. Прибытие сюда ЧВК «Вагнер» – оно для нас важно. Это, с одной стороны, можно сказать, что частная военная компания, безусловно, усиливает наш внутренний вектор и внешний вектор. Это, с одной стороны, мы часто говорили, что вынашивают планы такие же для подношения Беларуси, как было применено, в частности, как было в Белгородщине или на Брянщине. А с другой стороны, ну, развертывание вот этих вот польских группировок и чего греха таить, взгляды агрессивные на нашу страну, они, безусловно, являются фактором сдерживания. Ну, и что касается внутриполитической борьбы, которая сегодня, в том числе, будет происходить и происходит в России, потому что в пределе 2024 года, я думаю, все это ждали, между патриотами, либералами, или консерваторами, или либералами, то, конечно же, и частная военная компания «Вагнер» сыграет свою роль, историческую, я думаю, во многом. В том числе, конечно же, и, я думаю, что и Беларусь тоже не останется в стороне от внутриполитических проблем, как одна из образований нашего союзного государства. Прибытие сюда частной военной компании и говорить о том, что, ну, происходит совместная подготовка, наверное, не совсем будет правильно. Потому что, вообще, обучение – это достаточно сложный и многогранный процесс. Он себя включает, там, привитие, там, знаний, умений, навыков каких-то, да, которые, ну, достаточно долго проходят. Это ни день, ни два, ни три. И они не должны ограничиваться одним занятием. Ну, а самое главное, что любое обучение навсегда содержит элементы воспитания. Готовы ли мы, например, чтобы наши вооруженные силы воспитывали частная военная компания? Даже такая близкая нам, как «Вагнер». Ну, я думаю, что ответ очевиден. Поэтому здесь, конечно же, правильно говорить не об обучении наших вооруженных сил, а именно, как вы подметили, Юрий, правильно, об обмене опытом и передаче опытом. А самое главное – это то, как использовать вот эти современные технологии для применения общевойсковых подразделений, сил специальных операций, танковых подразделений и так далее. Этот опыт, безусловно, бесценен. Но, я еще раз хочу сказать, в Белоруссии создана своя военная школа. Эта военная школа, поймите, она объединяет в себе все уровни военные. И тактический уровень, и оперативно-тактический, и оперативно-стратегический уровень. И даже мы готовим сами своих ученых на уровне кандидатов, наук, докторов и так далее. Такие возможности есть, вот даже в Европе, всего, наверное, у государств, которых нужно посчитать на пальцах одной руки. То есть не у каждого есть такие потенциальные возможности, как сегодня у нашего государства. Именно в военной сфере, в военном образовании и обучении, в том числе и в вопросах боевой подготовки. И не случайно уже сегодня, например, все руководящие посты на Министерстве обороны, в Генеральном штабе, заняты уже тем генералитетом и теми старшими офицерами, которые продошли обучение в нашей отечественной школе. А это говорит уже очень и очень обо многом. Ну а то, что использовать опыт, или вернее, было бы не использовать опыт нами, это, наверное, было бы большой, самой большой ошибкой и просчетами, которые есть. А что касается вообще одним опытом, он не ограничивается одним чуваковано. У нас этот опыт передается и на уровне Академии Генерального штаба, у нас этот опыт передается на уровне других академий. У нас проводится очень много совместных мероприятий, и в том числе и на оперативно-стратегическом, и на оперативном уровне. Вы видите, сколько учений у нас совместных проводится. То есть опыт у нас передается буквально постоянно. Ну а опыт ЧВК такого, он, безусловно, очень и очень важен, и самое главное, бесценен в этой ситуации. Ну, коль уж заговорили о ЧВК Вагнер, ну невозможно не вспомнить вот этот эпизод разговоров Лукашенко и Путина, где Александр Георгиевич просится на экскурсию люди в Варшаву, в Жешуф. И как? Ну, ситуация очень, конечно, интересная. Но самое главное, что необходимо сказать, что Жешуф уже известен всем. Этот населенный пункт, и правильно было подмечено, что дайте только команду. Нет, ну, чтобы все зрители понимали, Жешуф – это основной перевалочный пункт. Да, основной перевалочный пункт. Все военные техники и боеприпасы, которые поступают с Запада на Украину. Это такой вот транспортный хаб огромный. Пусть маленький городок, но очень большой транспортный перевалочный пункт. Да, и вот здесь вот важно что сказать. Опять-таки, если мы говорим, частная военная компания Вагнер, любую частную военную компанию отличает один момент. То, что она не предназначена для проведения крупных операций. Так или нет? И, соответственно, у них нет таких оперативных штабов. То есть, образно сказать, а такие штабы есть, ну, например, в региональной группировке войских сил. Поэтому, если будет принято политическое решение, то экскурсоводы для проведения этой экскурсии, безусловно, найдутся. Мы уже говорили о Западной Украине, о притязаниях Польши, Румынии. Там, я думаю, и Венгрия что-то тоже не просто так смотрит в эту сторону. И это тоже было одно из тем переговоров Лукашенко и Путина. И, в общем-то, президент Беларуси высказался тоже предельно понятно, что вот все эти разговоры, например, в включении Украины в НАТО по частям. Ну, такие теории вот выдвигались в последнее время. Хотя, после саммита в Вильнюсе, наверное, уже и об этом речи не идет. Но я думаю, что все равно они будут как-то обсуждаться, что все это дымовая завеса, чтобы просто вот действительно туда зашли западные войска. Пусть это будут поляки, скорее всего, первыми. Там, возможно, румынские какие-то части. Я не думаю, что туда сразу зайдут американцы, к примеру, какие-то французы. Нет, это будут вот эти ближние. Но это все просто такое красивое прикрытие для отъема этих земель западной Украины. И, собственно, и президент Беларуси высказал, что если люди на западной Украине будут против этого, то, в общем-то, мы готовы им помочь. Ну, вы обратите внимание, да, что идет прощупывание, по большому счету, позиции России, каким образом она поступит. Причем прощупывание, вот когда Владимир Владимирович совершенно недавно говорил, он четко сказал, что Польша сегодня рассматривает не только западную Украину, западную Беларусь, но он также намекнул тонко о том, что и Вильнюсский край когда-то в свое время принадлежал Польше. И, по большому счету, Сталин тоже его подарил. Но здесь еще вот тоже один интересный факт. Мы вот уже с вами говорили и о Польше, и о Лумынии, отчасти от Венгрии. А вот посмотрите, как действует Германия. Та же самая. А Германия действует вообще очень и очень нагло. И она действует не просто, а нарушая все международные соглашения, которые есть. Она сегодня пытается на постоянной основе, то есть сейчас пока это на ротационной, к 2025 году, на постоянной основе вести и создать свою военную базу. То есть бригаду механизированную поставить на постоянной основе в Литве. А что это такое? То есть здесь, во-первых, нарушается очень серьезный договор. Это московские 90-го года, 4 плюс 2, когда формировалась семена, объединялась, поправляясь, это Федеративная Республика Германии, ГДР, объединялись в одно государство. Что было там сказано? Что с территории Германии будет исходить только мир. Но мы видим, какой мир сегодня исходит в форме леопардов, гепардов, панцергаубиц, боеприпасов на территории Украины. А разве это мир, когда в нарушении Конституции Литовской Республики туда будут введены немецкие войска на постоянной основе? 127-я статья Конституции Литовской Республики запрещает размещение иностранных войск на своей территории. То есть, по большому счету, наши, или вернее, политически уже можно объединить Литву оккупированной территорией. А те, кто некоторые руководители этих стран, которые говорят, что ничего страшного не произойдет, можно назвать и пособниками оккупантов. То есть, если это рассматривается с этой точки зрения. Ну что делают немцы именно на территории Литвы? И тут, опять-таки, мы можем вспомнить Мемельский край, который, слава богу, еще пока Клайпецкий. Просто ли так они там находятся? Или у них есть какие-то интересы, такие же, как есть у Польши, и они уже для себя эту Восточную Европу давно поделили? Путин вообще человек такой интересный. Он дипломатичный, он разведчик. Он всегда оставляет себе место для маневра. В отличие от Дмитрия Медведева, который сегодня рубит с плеча. Ну, посмотрите, как он четко и однозначно, недвусмысленно сказал. Куда сунетесь, там и останетесь. То есть, это говорит только об одном. Российская Федерация эту ситуацию будет рассматривать как именно оккупацию со стороны. Прежде всего, Польши, Румынии, ну и, возможно, Венгрии. А Венгрия туда тоже планирует. Ну, пока вроде таких у меня данных нет, что она входит в состав этой коалиции. Ну, интересы у него есть к этим землям, не всякого сомнения. Я думаю, совершенно не случайно Владимир Путин вспомнил итоги Второй мировой и в отношении Польши как раз-таки. По большому счету, ведь, ну, действительно, благодаря Сталину Польша есть та, которая сегодня есть. Ну, в тех размерах. И действительно, интересы Германии, они ведь не только в Прибалтике. Это, давайте говорить, это добрая часть Западной Польши. Это все территории Германии той, той еще. Порты Балтийские. Как правильно? Гданьск. Гданьск или Данцик все-таки? Смотря у кого спросить. Ну, вам нужно определяться. Да, это точно. Вот. Ну, а чего греха таить? Почему сегодня именно американцы располагаются на территории Польской Республики? Потому что поляки туда приглашают. Вы думаете, это защита от России? Я очень и очень сомневаюсь. Это было еще задолго, да, специальная военная операция. Это страх именно перед Германией. Чего уже мы будем говорить? Давайте посмотрим на историческую правду. Где находится сердце, которое по-настоящему объединяло всегда Германию? Она всегда находилась на территории Восточной Пруссии. И я очень сильно сомневаюсь, что немцы про это забыли. И, конечно же, поляки в большей степени даже боятся именно немцев. И вот этот вот передел, который сегодня начался, я думаю, для поляков это тоже серьезный звоночек. После, действительно, если можно предположить гипотетически, все-таки они войдут на западную Украину, и они встретятся, ну, гипотетически, с русскими войсками, то можно предположить после того, когда польская армия, вне всякого сомнения, будет разгромлена, дальше вопрос, как всегда, будет стоять однозначно. Ну, скорее всего, это риторически, да? Кто будет делить Польшу? Это, конечно же, я думаю, всем давно понятно. Любой вооруженный конфликт, происходящий на территории европейского континента, заканчивается однозначно. Разделом Польши. И, я думаю, в этой ситуации поляки должны, как никто другой, серьезнейшим образом об этом задуматься. Но, видите, пока, во всяком случае, я думаю, что они думают над этим. И серьезно думают, не случайно, вы правильно говорите, они приглашают американцев. Это свое, ну, наверное... Это единство учило, да. Уже, как они там договариваются, это их вопросы, но, видимо, они все-таки чувствуют в них какую-то поддержку. Но, видите, дымовой завесой при этом для всех этих процессов, очень интересных на самом деле, выглядят события на Украине. И внимание так обывателя, скажем, отвлекается все равно туда. Вот такая вот хитрая штука. Хотя, да, там в Европе очень могут быть, конечно, интересно развиваться события. В Беларуси принят закон о народном ополчении. Его актуальность... Мы тоже уже видели кадры, как тренируются, скажем так, эти ополченцы. Вот эта система, какой опыт учтен? И как вообще это должно работать и помочь, собственно, в обеспечении нашей безопасности? Ну, закон очень в свое время, особенно на фоне вот этих всех происходящих событий. Вы знаете, любой конфликт, который проходил на нашей территории, он всегда носит общенародный характер. В отличие от России, мы не имеем такой глобальной, огромной территории, где пока, как говорится, докатится этот злой рог. Там уже давно все может закончиться. Мы страна перекресток, чего греха таить, и мы всегда находились именно на перекрестке Запада и Востока. Белорусский полкон всегда был очень важен. И все абсолютно события крупномасштабные, они все шли через нашу территорию. И в любом случае, как бы мы хотели, не хотели, это любой вооруженный конфликт, любое вооруженное противостояние, будь то 12-й год, будь то 1914-й, или там 41-го по 44-й, это была всегда наша общенациональная и борьба, и беда, и победа. Это все было наше единое. Это всегда объединяло наш народ, и в принципе это сформировало наш народ. Благодаря особенно последним событиям, я говорю про Великую Отечественную войну, это те самые события, которые действительно создали нашу нацию и укрепили нашу нацию. Показали, что мы занимаем действительно самое достойное место среди всех европейских народов. В этой ситуации, которая сложилась сегодня именно в Европе, а безусловно на наших западных и южных рубежах, нам необходимо было заботиться о возможности действительно защиты нашего государства. В то время, когда вооруженные силы вместе в составе региональной группировки войск будут выполнять задачи именно по разгрому и отражению наступления этих превосходящих, чего же греха таит войск противника. В то время, когда территориальные войска будут выполнять возложенные на них задачи, то все, что касается защиты своего дома, своего населенного пункта, своей семьи, это должны заниматься, ну что, о чем уже говорить, те, кто на это способен. Поэтому вместе с органами, ну вместе, как говорится, с органами внутренних дел поддержание правопорядка, борьба вот с этими диверсионными группами, с бандитизмом, который будет, с теми самыми коллаборантами, которые будут договариваться, тоже такие появляются. Безусловно, с ними надо бороться, им надо противостоять. Поддержание власти одного участкового на какой-то населенный пункт, этого далеко недостаточно. А есть здоровые и крепкие мужики, которые готовы за свою семью, за свою деревню, за свой город или за свою страну жизнь отдать, даже ни на секунду не задумываясь. И не использовать такой потенциал, ну, наверное, было бы глупо. Потому что многие прошли службу в вооруженных силах, а тот потенциал, который связан с офицерами запаса или в отставке, то же самое. И, на мой взгляд, о чем говорят там полтора-два миллиона задействования, это не пустые слова. Вы вспомните Великую Отечественную войну, у нас тоже было порядка 10 миллионов населения. Около 400 тысяч это были партизаны. Порядка 75 тысяч были подпольщики. И около миллиона 100-миллиона 300 это те, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны. То есть эти цифры не взяты с потолка. Они даже исторически проверят. То есть наш народ, я еще раз говорю, любую войну на нашей территории воспринимает как свою личную. Хоть да, мы тихие, померковные, спокойные во всех отношениях, но белорусу трогать нельзя. Вы посмотрите, что такое вообще национально-освободительное движение, которое проходило в Европе. Если у нас это пускали под откосы поезда, боролись действительно, уничтожали кауляйтеров, воевали напрямую, нападая на целые воинские части и соединения, то сравнить, ну я не буду, конечно, ни по какие там отдельные народные щемлять, да, там и Франция свободная сражалась, и в Дании где-то, но то, что основным способом было расклеить листовки или плюнуть сзади на плащ немецкому офицеру, ну, наверное, это было не совсем правильно. Или то, что как в некоторых странах, которые сегодня очень развиты европейские, говорится о том, что у них было национальное движение, и опять-таки благодаря Сталину они попали в Совет Безопасности ООН, да, но кто последний стоял на поступах к Рейхстагу, или кто на стороне фашистов, у кого воевало гораздо больше, чем те, кто с кем потом пришел Шарр-де-Гольм, восстанавливаясь... Французы, французы обороняли Рейхстагу. Да, в общем же, правильно, французы. То это, конечно же, не сравнимо с тем, что делали в свое время в Беларуси. И сегодня именно принятие этого закона, оно показатель именно того. Мы являемся наследниками не полицаев, наследниками не предателей, как некто такая Алексеевич заявила. А мы являемся наследниками партизан, и мы являемся нацией победителей во Второй мировой войне. Это должны помнить об этом все. — Главное, чтобы этот закон заработал правильно, и чтобы люди, которые, как вы говорите, вот эти самые здоровые мужики, нормальные, крепкие мужики, которые готовы постоять и за себя, и за свою семью. Это самая главная, я так понимаю, задача, собственно, вот этого ополчения. Потому как действительно есть вооруженные силы, и внутренние войска, и территориальная оборона. У каждого свои задачи. — Да, это такой, ну, если хотите, образно, чтобы вот из куст стрелял. А главное, чтобы было чем стрелять, и еще человек вспомнил правильно, как это делать. — Да, это точно. — Да, чтобы система заработала и по обучению правильно, и по... Ну, хотя люди, я так понимаю, кто туда может попасть, они уже что-то умеют, вопрос только им вспомнить надо. — Конечно. Так закон принят. Уже все есть основания для того, чтобы юридически выполнять теперь все основные мероприятия, связанные с подготовкой именно вот этих людей, которые готовы связать себя с народным ополчением. Поверьте, для этого у нас все есть. И у нас есть и подготовленные люди, и у нас есть и материальная база, и самое главное, у нас очень большие возможности именно по вооружению данных людей. И по обеспечению боеприпасов. Хочу отметить, своими уже боеприпасами. Что немаловажно. — Вернусь еще раз к встрече Лукашенко и Путина в Питере. И вот момент, о котором можно было бы, наверное, и не говорить, и посчитать его достаточно дежурным, когда встречаются лидеры государств, ну, часто бывают какие-то, знаете, посещения интересных мест, скажем. Но, на ваш взгляд, вот экскурсия в Кронштадт, в музейно-исторический парк остров Фортов, и вот этот экспонат, первая советская атомная подлодка, которую показали предзыв, ну, среди прочего. Ну, просто ли так все это было? — Вы знаете, очень интересно, вообще связано было с этой экскурсией по Кронштадту. Вообще, Кронштадт, он совсем недавно стал уже таким открытым городом, куда можно спокойно приехать с экскурсией. Вот, Кронштадт... — Вообще, это военная база, все время бывает. — Да. — Это сердце вообще русского флота. То есть, эти маркизово лужи и все остальное, о чем говорили. Зарождение флота именно шло оттуда, и первые победы там, эти скамбы, там, они обязательно же связаны именно с этими событиями. Становление северной столицей России и со становлением русского флота в целом, вот этим Кронштадте. То, что посещение всего... Во-первых, надо сказать, что Беларусь, хоть и не является морской державой, но она была тесно в свое время очень связана именно с русским флотом. Потому что, ну, можно говорить о том, что добрые, наверное, четверть всех, кто служил на различных флотах, а прежде всего, в том числе, на подводных флотках, это как раз были уроженцы нашей республики. И то, что посещали сегодня, то, что посещали главы государства Кронштадта, это, конечно же, очень знаковое событие. И знаковое оно в том, что, как мы уже говорили, и часто об этом говорят наши, наши лидеры в государстве, сегодня мы говорим именно об одном отечестве двух государств. То, что мы не отделяем себя от величия той нации, которая, ну, было в свое время, именно досталась нам по советскому наследию. И то, что создавалось в советское время, это является в том числе и заслуга нашего народа. Вот, например, тоже мы говорили о совместных формах обучения, о совместных обмене опытом, о чего греха давить. Офицеры факультета генерального штаба, например, то же самое, участвуют в занятиях именно по применению, боевому применению флотов. И совершенно не совсем недавно, в том числе, было посещение, такое не посещение, а именно конкретные занятия на Северном флоте, совместные с Российской Федерацией. Поэтому, еще раз говорю, везде есть и свои знаковые события, и то, что мы, по сути, действительно во многом являемся одним народом. И у нас действительно есть общие исторические корни, и общие, как говорится, интересы сегодня, они у нас совпадают. Ну, Коль говорит уже о военно-морском флоте. Вот факты, которым, уверен, мало кто знает. Ну, можно много историй, на самом деле, вспоминать. Вот, ну, просто из относительно недавних новостей в Черном море был атакован российский военный корабль «Иван Хурс». Атакован, он успешно отбил атаки этих дронов, уничтожил там всех, все нападающие БПЛ, эти морские. А кто такой «Иван Хурс»? Уроженец Беларуси, село Клетное, Игуменский район, ныне Червенский. Ну, и таких людей, на самом деле, много. А сейчас его имя носит российский военный корабль. Ну, это так, к слову, в тему. Ну, важно. И таких историй, на самом деле, много, поэтому вы правильно говорите, ну, я тут с вами согласен, что, да, мы вроде как и не морская держава, но вместе с тем, именно наших земляков в морских широтах хорошо известно. Конечно. Спасибо вам, Андрей Петрович, за этот разговор. Всего доброго, удачи. Спасибо, что пригласили. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok